Пастор Андрей предложил мне проповедовать, поделиться словом, и он сказал, у нас сейчас тема – щедрость Бога. Я готовилась вот две недели назад, прям вот всё, у меня было откровение от Господа, чтобы вот то, что говорить народу, поделиться, да, поделиться с вами тем словом, которое Господь положил на сердце. И тут пастор Андрей позвонил и говорит, ну вы же готовились вот две недели назад, ну как бы всё, готово, вот давайте вот в это воскресенье. Я говорю, хорошо. И я села, чтобы освежить мне это всё как-то, знаете, ну мы же должны свежий хлеб, да, кормиться свежим хлебом. Я понимаю, что оно ничего не идёт внутрь меня, ничего из того, что было две недели назад. Я не могу, оно для меня уже как зачерствелый хлеб. И Слово Божие говорит, «Се творю всё новое». Помните, когда манна сходила с неба? Господь, Он говорил, вот соберёте, больше не собирайте, там уже черви заведутся. Вот Господь, Он даёт помазание, вот на сегодня оно благоухает, а через две недели оно уже будет уже не того запаха. Нас так Господь любит, вот я понимаю, Господи, Ты нас так любишь, Ты все творишь всё новое, каждый день для нас творишь что-то новое. Я говорю, Господи, так как же оно прям не идёт вот в меня, а что же тогда пойдёт? И знаете, вот это интересно так, что как Господь... Я начала просто пролистывать свою Библию, каждую книгу, бытие. Так, о чём говорит бытие? Исход, левит, числы, прям пролистываю. Весь Новый Ветхий Завет прошла, перешла до Нового. Это такая подготовка, сидишь и листаешь Библию, и это не входит. И Евангелие прошла, Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И тут всё такое, оно же полно Божьей мудрости. Я говорю, Господь, о чём? И дошла до последней книги Откровения. И Господь прям внутри, знаете, Он даёт слово знание. Мы знаем, как говорит нам Господь, да? Мы все, кто знаем Господа и рождены свыше, мы знаем, как говорит нам Господь. Тут я понимаю все верующие, я вот приветствую тоже, так понимаю, что друзья с Украины, да, у нас. Слава Господу за вас. Вот. И вот именно и в Откровении. О щедрости Бога говорится от бытия до Откровения. Оно пронизано этой темой. Щедрость Бога, да. Это черта, как бы одна из черт характера Бога. И, конечно же, да, меня задел один стих, который к нам относится. Слава Господу! Это псалтерея всё-таки так зацепила одна маленькая тут часть, да, о чём хотелось бы просто прочесть, вместе с вами пережить. Вот это вот благоухание Божьего Слова, 94-й псалом. Предстанем лицу Его со словословием. В песнях воскликнем Ему, что мы делали. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его моря Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадём, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего. Вот Он, Бог. Вот Он, Творец неба и земли. Творец каждого из нас. И когда мы вчера были на семинаре учителей воскресной школы, то одна из учителей, там большая часть была, эстонский народ, эстонцы, они так благословенно приняли нас, и мы сидели вместе, говорили, как хорошо, что между нами вот этот Божий мир. То одна учительница, она сказала, мне 64 года, моему мужу 71, да? Говорит, мы учителя в воскресной школе. И, говорит, когда мы садимся вместе с детьми, то, говорит, мы говорим, ты пророк, ты евангелист, ты глашатый. Говорит, мы провозглашаем в жизнь людей, и говорим, учите математику, учите химию, физику. Это Божьи науки, это то, что Бог дал нам, что Он вложил вот в эту землю. Мы просто изучаем то, что сделал Бог. Это все Божье. Знаете, такой вот интересный посыл. И она говорит, и мой муж, там, ему 71 год, все дети, кто у него на руках, кто у него там рядом, чуть ли кто не на спине. И, говорит, мы так учим детей. Вот Он, щедрый Бог. И все эти наши науки, да, они раскрывают Божью мудрость. Раскрывают Божью мудрость. И теперь мы идем с вами к откровению, которое написал Иоанн, один из учеников Иисуса Христа. В то время, когда Он был отослан на остров Патмос. Это единственный ученик Иисуса, который, вот Он был отослан, а все ученики были умершвлены насильственной смертью. И представляете, до Первый век, какое сложное время. Все ученики, все последователи. Не называйте благодать дешевой. Нам это досталось, посмотрите, через жертву Иисуса, но также страдания вот этих первых, вот этих людей, которые были рядом с живым, можно сказать, Бога-человеком. Кто был распят на кресте вниз головой? Первые христиане и соженены, и на аренах, и звери их съедали. Иоанн, вот этот молодой, любимый ученик Иисуса, он уже постарел. Ему уже 90 с лишним лет. Он это все видел. Я думаю, что он пропустил всю эту боль через свое сердце. Я тоже думаю, что он плакал. Это было тяжелое время. И он оказывается на острове Патмос. Как раз как бы хочется сказать о слезах. Я вот последние вот эти вот времена, связанные с этими событиями, у меня просто постоянно льются слезы. Не потому, что, знаете, мы такие вот все какие-то расквашенные стали, да, тонкокожие. Не потому. Потому что внутри нас есть этот дух сострадания. И он от Бога. И это нормально. Это нормально. Я просто немножко вернусь к тому времени, когда была вот Вторая мировая война. И моя бабушка с дедушкой, со своей семьей восемь детей, переехали, их в Таллин переехали, им дали домик такой финский, там на улице Сербия, недалеко от моря. И во время войны немцы гнали евреев. И они прямо гнали по этой узкой улочке, прямо мимо их вот дома, мимо их окон. И так как эта вереница, она была такая, их было так много евреев, они гнали их на работу. То там была возможность, девушка, одна из евреек, она выскакивала из этого, вот этого вот отряда военнопленных. И она как-то забегала в дом к бабушке и дедушке. Она падала на колени, рыдала за свой народ, она вопила к Богу. И знаете, что происходило? В этот момент весь дом собирался. И бабушка, и дедушка, они вставали, они вместе с ней плакали. И маленькие дети, они прибегали, они тоже плакали, они смотрели ей в глаза, они сострадали. И потом случилось такое событие, все знали, что там военнопленные, их нельзя куда-то ходить, их кормить, что-то им носить. Это все знали, потому что это сразу расстрел и убийство. И вот эти маленькие двое девочек, это мои две тетушки, двойняшки, о которых мы молились о переходе в вечность, это Шура и Люба, вот мы всей церковью молились за них, уже в вечности они. Они были маленькие, и они, видя эту боль и понимая, что переносят эти люди, семья восемь детей, жили бедно, каждому был часть его пайка, они между собой договорились, они прятали свою пищу, они ее не съедали, они тихонечко, не говоря ни одному в семье, никому, двое, две маленьких девочки договорились, они прибирались к военнопленным с этим мешочком еды. Они нашли местечко, где из-под забора можно туда протиснуть эту еду. Они ее клали и убегали. И приходили эти пленные, и они как-то, знаете, съедали, они делились этой едой. И они смотрели им в глаза, что они благодарны, они возвращались домой. И когда снова там был обед или ужин, они прятали свою еду куда-то в карман, в мешочек, и они снова несли эту пищу. И однажды это заметили. И дедушку вызвали в штаб немецкий. И все понимали, что оттуда не возвращаются, потому что это дело опасное. Его вызвали. И просто тогда дети, они поняли, в чем дело. Они просто начали молиться. Эти девочки сознались. Мы носили еду. И немцы у них спросили, тогда они их остановили, еще я предваряю, как бы назад события. Кто вас сюда направил? И они сказали, мы сами. Нам никто не говорил. У нас мама с папой не знают. Мы сами. И вызвали дедушку. Он сказал, я ничего не знал. Это мои дети. Они сами решили. Совсем двое маленьких, две малышечки. И это было чудо, что его отпустили. И я говорю о сострадании. О сострадании, которое мы с Богом взращиваем в своем сердце по отношению к людям. Об этом сострадании. И вот Иоанн, находясь на острове Патмос, в момент таких тяжелых переживаний, мы предполагаем седые волосы, там морщины на голове, воспоминания о тех прекрасных днях рядом с Иисусом, когда Он мог положить свою голову Ему на грудь и слышать Его сердцебиение. Когда там больше, я не знаю, 5 тысяч только мужчин, это женщин, где больше 15, не знаю, 20 тысяч, вокруг, они кормят народ. Они просто чудеса, знамения. Вот Он Иисус! Рядом с ними все цветет и пахнет, воспоминания тех времен. И вот она, печаль. Да, печаль. Пришла печаль. Его не распяли. На стерзание, на истерзание, на арену львам не бросили. Но Он в печали за Своих братьев, потому что они, они часть тела Христа. И мы живем на земле, мы не думаем только о себе, мы часть тела Христа, тех братьев и сестрах, которые сейчас, может быть, плачут, переносят боль. Я, знаете, я так скажу, я никогда не видела за весь свой период жизни, я родилась в церкви, чтобы так много плакали мужчины. Когда просто открываешь эту социальную сеть, и видишь, один пастор, он начинает говорить, он не может сдержаться, у него слезы текут. Второй пастор говорит, он говорит, у него слезы текут. Я вспоминаю своего отца, который прошел архипелаг ГУЛАГ, эти все тюрьмы, страдания, испытания. И когда к нему приходили на исповедание, не только, к нему приходили и рассказывали свою боль, свои переживания. Я, будучи девочкой, знаете, это же была церковь по квартирам, исповедание тоже по квартирам принималось у нас в доме. Я другой раз как бы забегала, открывала дверь, чтобы мне что-то взять, ну, там, или как-то войти в комнату. Я видела, что мой отец, он сидит, и у него просто льются слезы, потому что он сострадает. И мы с вами, народ Божий, мы имеем внутри себя вот это, в сердце, этот плод духа сострадания. Такое настоящее. Не просто поплакал, слезы полил, а просто и помолился, и насколько можно вот помочь, да, насколько мы можем помочь. Слава Богу! Но, дорогие, мы понимаем, что за Богом последнее слово, да? И вот тут, находясь на острове Патмос, Иоанн, понимая, что Он остался последний, зная судьбу и окончание жизни каждого из своих братьев, с кем Он плечом к плечу рядом с Иисусом три с половиной года, да, вот они были как единое целое. Но тут Господь дает ему удивительные откровения. И одна часть из них, откровение, 21 глава, 2 стих. И он пишет, Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небес, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И что делает Господь? Он показывает Иоанну святой город Иерусалим. Он как бы говорит Иоанну, Иоанн, это наша земная жизнь, она как мгновение по сравнению с вечностью. Это ведь еще не конец, ведь за мной последнее слово. Я есмь Альфа и Омега, я начало и конец. И наши человеческие ценности, они должны зиждиться не только на том, что происходит сейчас, в данный момент. Они должны стоять на этом основании, которое я дал вам. То есть все наши чувства, наши желания, наши восторги, наши печали, наши скорби, наши переживания, наши радости, наши ценности человеческие, они вокруг одного единственного, который сказал я есмь Альфа и Омега. Начало и конец. И откровение, книга откровения, она очень большая. Я просто буду некоторые части читать. Каков же этот новый город Иерусалим? 18 стих, ну, скажем, 4-й. И отрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И 18 стих стих, стена его города построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. И Господь как бы говорит, Йоанн, ты в ссылке? А ему тоже там было нелегко. Как он там был в цепи закован, в какой-то пещере сидел. Ссылка – это не просто, знаете, как гостиница сейчас, пятизвёздочная. Нет. Ссылка – это тоже, вспомним наших братьев, которые были в ссылках, это тяжело физически, это тоже страдания определенные, но Господь направляет его взор к Вышнему. И говорит это слово не только ему в данный момент, а всем людям, живущим на земле. Соответственно, это касается и нашего настоящего момента. И 23 стих. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот такой город приготовлен для любящих его, для тех, кто остался ему верен, как написано, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. И знаете, я уже сама скоро буду бабушкой в апреле, но я всегда помню истории братьев и сестер, которые бывали в нашем доме, особенно, когда я была ребенком, когда был период гонений на церковь. Ну, я почему вспоминаю этот период, знаете, такой закалки. И вокруг меня я часто слышала много разных историй, я потому что хотела их слышать. Знаете, сейчас такая молодежь интересная, когда начинаешь рассказывать, вы знаете, как было, и какие-то вот истории того, что проходило христианство. говорит, ой, не надо говорить об этом. Я даже помню в библейской лгавской школе, когда там вокруг меня были учителя, мне дали такую возможность подготовить команду учителей воскресной школы. И я говорю, что мы проходили, как мы учились быть учителями для наших детей, насколько это было подпольно, рискованно. И мне сказали, подождите, не надо, не надо говорить вообще о страданиях, не надо быть в этих временах. Мы хотим процветать. Вообще-то, Бог вообще не против процветания, да? Вообще, мы читаем, что там на небесах, и золото, и изумруды, как начинаешь читать эти камни. Думаешь, Господи, как ты любишь человека! Ты любишь, ты за, то есть ты за то, чтобы мы были и богаты, и обеспечены, и все у нас было хорошо. Но сколько примеров того, что человек имеет внутри себя такую спорченную натуру, когда у него так много всего, так все хорошо, сердце наше становится черством. Мы не замечаем бедных, мы не замечаем нуждающихся, мы не замечаем скорбящих. вот такой наш, наша вот такая вот человеческая суть. И поэтому, когда мы что-то проходим, мы как будто плавимся. И поэтому написано, все содействует ко благу. И вот, когда столько историй было разных, и я не буду далеко уходить, история моей мамы, когда ей было 26 лет, ее КГБ забрало, схватило, потому что она свидетельствовала о Христе. Просто свидетельствовала, да, там на работе, соседям, где-то там на улице, то, что было запрещено, да, жестко. Она очень любила Господа, и ей сказали, говорит, слушай, вот ты такая молодая, у тебя же вся жизнь впереди, ты молодая, красивая, цветущая, говорит, посмотри, весна на улице, а ты знаешь, что такое советская тюрьма? Ты вернешься, а тебе ничего не останешься, будешь как ржавая старуха, никому не нужно ни семьи, ни детей, ни перспективы, никого, ничего, и вот, знаете, ей стали рисовать, дьявол же, он какой, он же рисует картину, он же на наше воображение, да, давит, да, ты здоровье потеряешь, женой не будешь, матерью не будешь, вернешься больная, каким-нибудь, если вообще вернешься, скорее всего, не вернешься, а, говорит, посмотри-ка, а он, вон, у тебя все тут как-то, все цветет и пахнет, и она говорила, одна мысль, вот о том, о чем писал Иоанн, говорит, я положила на весы, и подумала, я никогда, ни за что, не променяю то ценное, что даровал нам Господь, никогда, ни за что, дорогие, не променяем на то, что даровал нам Господь, и мы должны быть готовы к самому худшему, мы должны быть готовы отдать свою жизнь, легко расстаться со своим имуществом, мы должны быть готовы, иначе мы не достойны Господа с Его любовью, благодатью и искупительной жертвой, потому что щедрость Бога, которую Он доказал нам, Он отдал своего сына, и те, кто реально внутри себя имеет вот это вот глубокое материнское отцовское чувство, да мы за жизнь ребенка все отдадим, потому что мы его так любим, да, мы готовы там имущество отдать, все, а Он Господь своего сына за нас, и вот о таком чудесном городе Иерусалиме. И в 22 главе мы тоже посмотрим, что же там написано с первого стиха. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы Его и по ту, и другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева от исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. Халилюя! Халилюя! И знаете, ту страшную картину, которую рисует нам дьявол иногда, не забудем, что Бог рисует свою картину. И когда моей маме дали десять лет, в двадцать шесть лет, когда ей было, десять лет тюрьмы, и она подумала, и действительно, двадцать, что тут от меня, лесоповал, там тяжелые мешки таскать, вот там женщина, ну что от женщины останется? Она подумала, господи, реально, что от меня останется? Да ничего. А я дам тебе обед, уже, знаете, такой обед, служить тебе всю жизнь. Замуж не выйду, детей не рожу, там, ладно, жених первый был, его уже убили, уже в цинковом гробу лежит, все. Ну что теперь? И она говорит, иду, подпольную молитву, там сестры собирались в тюрьме, я говорю, иду и думаю, все, сейчас посвящу себя Господу. Значит, тогда было так вот как-то актуально. Сейчас немножко эта тема отошла, такое посвящение давать. Одно дело водное крещение, а другое дело, что вот сказать Господу, Господи, я вот себя посвящаю полностью тебе. Замуж не выйду там, ничего, буду думать только о тебе, ни о чем другом. И говорит, только захожу в эту комнату, там подпольная молитва в тюрьме, и пророк, там же такие пророки были, они уже знали раньше, когда Сталин умрет, уже знали все христиане, еще никто не знал, а уже они все знали, кто там сидел. И говорит, выйдешь раньше, чем думаешь, замуж выйдешь, и родишь несколько детей. И такой холодный душ. Вшу! Вот, и просто потом одну ночь Господь открывает, показал, что умер. И они говорят, вышли христиане. А все подавленные петлю ищут, говорит, скоро многие из вас выйдут на свободу. Говорит, да вы что, у нас там, да вы что, мы, да мы тут умрем все. Многие из вас выйдут на свободу, потому что уже христиане знали. И только начальство позже узнало. И стали открываться тюрьмы и выпускать всех раньше времени. И вместо десяти лет, моя мама была четыре года, но осталась верной Господу. У нас есть примеры, написано, подражайте мне, как я, Христу. Дорогие, поэтому наше основное жительство, оно на небесах. Мы не должны об этом забывать. Мы должны об этом помнить. И мы должны внутри себя понимать ценность того, что мы имеем. И как Господь был щедрым по отношению к нам, дав нам эту благодать спасения и подарив нам эту вечность, то нам тоже надлежит быть щедрыми и делиться этой благодатью с другими людьми, которые окружают нас. Дорогие, сохрани нас Господь, чтобы мы не превратились в такую, знаете, как капсулу, где нам всем хорошо. Собрались, попели, помолились, пообнимались, чай попили. Реально хорошо. Это здорово! Это так хорошо, когда в церкви вот этот дух Божий, любовь, чтобы человек, который зашел, он сказал, я чувствую вашу атмосферу. У вас нет бунтарства, у вас нет, знаете, какой-то хитрости, у вас нет какого-то сплетнического духа, нет. У вас Божий мир, у вас любовь, у вас гостеприимство. Любовь не значит, что нет обличения. Не будем путать, да, Бог, он тоже в любви, он ненавидит грех, да, Бог, он зажжет его в аду. Мы говорим о правильных отношениях, о любви, о почтении, о внимании, да, о благословении друг к другу. Но у нас как бы на самом деле так и есть, я не знаю, как вы, но я так чувствую. Я очень благодарю Бога за нашу благословенную в настоящий момент такую небольшую церковь. Слава Господу! Но как важно нам понимать, что это не всё, что мир лежит во зле и идёт в ад. И это зависит от нас, как мы поделимся щедростью Бога с этими людьми. Для того, чтобы то место, о котором писал апостол Иоанн, оно стало бы местом для них в том числе. Дорогие, давайте встанем на свои ноги, поблагодарим Бога. Поблагодарим Бога. Слава Господу! Господь! в это время, Господь, когда Твой народ соединяется в молитве, Господи, потому что мы не можем не чувствовать сердца наших братьев и сестёр, мы не можем жить равнодушно, потому что это сейчас не касается нас. Мы благословляем, мы соединяемся с Твоим народом, Господь, мы соединяемся с братьями и сёстрами, мы соединяемся с этими пастырами, которые сейчас понимают, какая большая ответственность лежит на их плечах, чтобы просто поддерживать народ, благословлять, молиться. Мы благословляем Господь во имя Иисуса Христа, но мы хотим, Господь, вот в этих своих чувствованиях, переживаниях, просто быть соединённым Твоим Духом, потому что в Нём Твоя мудрость, Боже, драгоценный. Не просто быть сентиментальными, да, нет, быть соединёнными с Твоим Духом, Господь, чтобы наши молитвы, они были благоприятны, благоуханием для Твоих ноздрей. Господь, но при этом мы знаем твёрдо, твёрдо, Господи, уже более двух тысяч лет назад, как Ты дал это слово Иоанну на острове Патмос, что Ты отрёшь всякую слезу сочей наших, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И, Господь, Ты поселил нас во время и пространство, но Ты Сам вне времени и пространстве. Спасибо, Господь. И как Ты мне показал сон, что я во сне встретилась с мамой и спросила, мама, ты где? Ты на небе? Это был такой живой сон, как будто это было реально. Она сказала, я? Я на свадьбе. Господи, у Тебя уже вечности, свадьба жениха и невесты. Но Ты даёшь нам пройти это покибытие и помоги нам остаться верным Тебе и внутри себя держать это просто мёртвой хваткой, не отпуская, чтобы оно было просто частью нас, чтобы мы были пропитаны этим верностью Тебе и щедростью, той же самой щедростью, что является характером Твоим. Ты отдал Сына, Ты подарил нам этот новый город Иерусалим. Ты, Господь, говоришь о свадьбе Агнца. Так много подарков, одни сплошные подарки, Господь. Дай нам не очерстветь, любить Тебя, знать Тебя, дышать Тобой, быть просто благодарными Тебе за Твою щедрость. Драгоценный Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok